Сегодня мы вновь встречаемся с Кузнецом Максимом Александровичем. В связи с изменениями в пенсионном возрасте, не назовем ее реформой или что-то там, для предпринимателей сейчас, как я знаю, появились требования внесения отчетности в центры занятости о сотрудниках предпенсионного возраста. Есть такое дело? Да, на сегодняшний день центр занятости мониторит ситуацию по работодателям, зарегистрированным на территории Вольского муниципального района по гражданам предпенсионного возраста. Это жители мужчины 59-го, женщины 64-го года рождения. То есть мы собираем информацию с работодателей о том, работает ли у них такая категория граждан. Именно акцент женщины 64-го, мужчины 59-го года рождения. Информация предоставляется ежеквартально, ежеквартально, ежеквартально. То есть на сегодняшний день мы собираем информацию за 4-й квартал. То есть все предприниматели должны ежеквартально подавать отчет? Предоставлять сведения, да. Всем предпринимателям по нашей информации, которую мы получили из управления пенсионного фонда, а все предприниматели, у которых есть граждане предпенсионного возраста, мы разослали соответствующие информационные письма, где полностью определили сегмент данной отчетности. Отчетность очень простая, она также может предоставляться в электронном виде, по электронной почте, в адрес службы заимности. И сложности никакой при сдаче ее абсолютно нет. Правильно ли я понял, Матин Александрович, что если у тебя нет работника, то ты не представляешь. Ты не обязан представить как бы нулевой вариант. Не обязан представлен. По одной простой причине, опять же, причерпну то, что всем работодателям, у которых есть эти граждане, мы направили соответствующие информационные письма. Еще один вопрос. Значит, я тоже правильно ли понял, что если я письма как предприниматель не получал, значит мне отчетность предоставлять не нужно. И граждане, если у вас таких нет, мужчины 59-го, 64-го, то, соответственно, не нужно. Образит от отчетности, соответственно, я должен получить из вашего письма, да? Да. Если, я говорю, если возникнет вопрос, допустим, у предпринимателя, что, к примеру, у них появился, поскольку время оно не стоит на месте, оно идет, если у них появился работник, мужчина 59-го, женщина 64-го года рождения, то можно обратиться по телефону 508-97 и вам на адрес электронной почты предоставят небольшую табличку с несколькими данными, которые мы поинтересуемся, и вы, соответственно, эту информацию очень оперативно предоставите. То есть это не трудоемкий процесс. Понятно. Потому что было не до конца понятно все-таки. Ну, как бы люди не объясняют до конца, надо или не надо, и так далее, и так далее. Кстати, какие-нибудь санкции предусмотрены за непредоставление данной информации, если на самом деле у вас есть такие работники? Вы знаете, на сегодняшний день у службы занятости нет никаких рычагов воздействия на тех работодателей, которые не предоставляют эту информацию. То есть в законе это еще серьезно, скажем так, не прописано? Вы знаете, эта норма, она, соответственно, не определена каким-либо нормативным правом акта. Мониторинг, он проводится в службе занятости по задаче Министерства занятости труда и миграции Саратовской области. Соответственно, я так предполагаю, что соответствующее решение принималось на федеральном уровне. И мы на сегодняшний момент обладаем всей исчерпывающей информацией, которую нам сообщает работодатель. Поэтому ни к одному работодателю у нас на территории Вольского муниципального района вопросов нет. Все у нас очень ответственные работодатели. Спасибо, Максим Александрович, за то, что вы уделили нам свое драгоценное время. Мы постараемся донести эту информацию, которую вы нам дали, ответы на вопросы жителей, до жителей города. И надеемся на дальнейшее подобное общение, на то, чтобы жители более активнее начали задавать вопросы для вас. Чтобы вы были в курсе того, чем живет город, что его волнует. Ну и чтобы наш город стал значительно лучше, краше и счастливее.